Национальный колорит, великолепие сценических костюмов и шикарное исполнение народных татарских песен. Ансамбль «Лейсан» отмечает юбилей. Лауреат многочисленных конкурсов собрал на свой день рождения ценителей и любителей татарской культуры, а рукоплескали ему далеко за пределами Сибири. Среди почетных гостей и надежных друзей оказался и депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачев. Она поет всегда и везде. Предприниматель, технолог общественного питания. Один из лучших голосов ансамбля. Родилась в Тевридском районе, но теперь радует своим пением поклонников из Сибири, Урала, Алтая и Казахстана. Голоса хватит на всех. Вообще не берегу. Я вообще такой человек, что я занятый очень. Я еще работаю тамадой. То есть вообще не берегу свой голос, но надо беречь. Но он у меня звонкий получается в ансамбле самый. От природы звонкий или вы как-то… От природы. Я как бы, да, уже как бы, когда еще в школе училась, конечно, я там везде участвовала, в конкурсах, в разных… Вы всю жизнь в культуре, да? Да, да, да. Это мое хобби, наверное. Я без сцены не могу. Без сцены не представляют свою жизнь весь состав Лейсан, а это 12 человек. Сложнее всего Денису Сиганову. Он художественный руководитель, и он же единственный мужчина в коллективе. И вот уже 10 лет возглавляют один из лучших татарских коллективов нашей страны. У нас в татарскую культуру мужчины, как говорится, не идут. Очень сложно найти, видать, стеснение. Но с коллективом мне приятно работать. Ну, естественно, женщины, они подавляют мужчину одного. Ну, так все у нас замечательно. Работаем уже на благо Омской области 10 лет. В репертуаре Лейсан более 70 композиций, народные татарские песни и даже современные эстрадные. Продюсером выступает Розалия Сайганова. В культуре она почти полвека. В ближайших планах создание младшего состава. У нас в ансамбле Валяйсан три поколения, можно сказать, из молодежи с 14-15 лет. Есть средний возраст 40, 42, 45. Есть, вот как я, и чуть старше. Такой у нас, это, по-моему, неплохой показатель. Мы хотим еще детей завлечь, чтобы была замена достойная. Юлия Шихова – одна из самых молодых участниц. Яркая, звонкая, улыбчивая. Она в числе тех, кому депутат-коммунист вручил памятные медали. Это, конечно же, память о предках. Это в первую очередь семейные традиции, которые поддерживают вся моя семья. У меня родители, все пляшут, танцуют, поют. Моя семья, в частности, муж и дети. Все музыкальные у меня, все мои участники, мои коллеги, можно так сказать. Я их всех лично, всех обожаю. У нас одна большая семья, можно сказать. Это душа. Душа татарская, она всегда просит песню, всегда просит танцев. У нас такой темперамент, у всех горячая, горячая кровь. Поэтому, знаете, здесь, как говорится, без танцев, без музыки никак нельзя. А вот свою награду Альфия Дюсимбаева, как и некоторые другие женщины, получила год назад. С тех пор на сцену выходят всегда в красивом торжественном образе. Меняются наряды и площадки, но история жизни и творчества у каждого своя. В душе у нас всегда Советский Союз, КПРФ. И мы никогда не забудем Советский Союз, чтобы в песнях мы всегда, русские, наши друзья, наши родственники, без них мы не можем жить. И чтобы нация у нас дальше продолжала. Вы всегда выступаете вот с орденом на груди? Всегда, всегда, не снимая. У нас зеленое платье было, и новое платье, вот тренды нам сшили платье. И мы начали девочкам, говорю, девочке, кому медали Константин Качков подарил, надо одевать их. Надо носить и продолжать песни наши, чтобы дети наши, поколение от поколения продолжалось. Чтобы мы пели песни всегда и народные, и свои, нация, чтобы не умирала. Спасибо, с праздником. Спасибо, спасибо, Константин. Константин Качков вместе с другими почетными гостями со сцены выступил с поздравительной речью и наградил участников коллектива. Их дружба со временем только окрепнет, а татарское искусство делает нашу жизнь ярче. Об этом и поют юбиляры, даря людям добро и радость. Дарья Казаченко, Григорий Бадьянов, Обком ТВ